Куда выгодно вложить свои деньги? Если вы задаетесь этим вопросом, то наверняка у вас есть какая-то сумма денег, и вы хотите ее выгодно вложить. Вот для того, чтобы мне правильно ответить на этот вопрос для вас, мне нужно знать, для чего вы хотите вложить свои деньги. Для того, чтобы их сохранить и не потерять в период кризиса и финансовой нестабильности, либо для того, чтобы их приумножить. Почему это важно? Потому что это абсолютно два разных инструмента. Инструменты для сохранения это очень консервативные инструменты, которые приносят порядка 20-40% годовых и в которых риск потерять минимальный. Инструменты для приумножения это совершенно другие инструменты, в которых доходность может доходить до 200% годовых и более, но при этом там существует существенный риск того, что вы можете потерять свои деньги в этих инструментах. Поэтому я не знаю, для чего вы хотите вложить свои деньги, для того, чтобы сохранить их или приумножить, но я постараюсь ответить в данном видео и на тот, и на тот вопрос. Точнее так, давайте в этом видео я отвечу на один вопрос, куда вложить свои деньги, чтобы их приумножить. А в следующем видео я отвечу на вопрос, куда вложить свои деньги, чтобы их сохранить. Вот это будет правильнее всего. Итак, куда вложить свои деньги, чтобы их приумножить и заработать. Первое. Прежде чем начать подбирать инструменты, вы должны понимать, что сегодня ежегодная инфляция составляет от порядка 30% годовых на потребительские товары. То есть это продукты питания, это те товары, которыми вы пользуетесь ежедневно, либо каждую неделю. Вот на эти потребительские товары ежегодная инфляция составляет порядка 30% годовых. Соответственно, если инструменты, в которые вы будете вкладывать свои деньги или переводить их, будут приносить меньше 30% годовых, то вы будете терять свои деньги, а не зарабатывать. Значит, доходность инструментов, которые мы должны с вами сейчас рассматривать, она должна быть выше 30-40% годовых. Только в этом случае вы будете приумножать и зарабатывать деньги в тех инструментах, в которые вы их вложите. Итак, что же это за инструменты, которые приносят более 30-40% годовых и в которых риск довольно-таки существенный? В связи с тем, что время идет, как говорится, власть меняется, погода меняется, то инструменты эти тоже каждый год меняются. На 2015 год это одни инструменты, на 2016 год это могут быть другие инструменты, на 2017 год третьи инструменты и так далее. Поэтому, если вы смотрите это видео, к примеру, в 2016 году, либо даже в начале 2017, то, возможно, эти инструменты для вас будут очень полезными и интересными. На 2017 год, повторяя на 2018, эти инструменты могут измениться. Не факт, что они изменятся, но потенциально могут. Итак, вот некоторые инструменты, в которые вы сегодня можете вложить свои деньги и заработать порядка 40-50-60% и даже более процентов годовых. Первое. Это Форекс. Рынок Форекс, он очень высокодоходный, очень ликвидный, очень удобен и прост в использовании, но максимальный риск в нем присутствует. Ну, говорить о риске мы здесь не будем, потому что риск компенсируется той доходностью, которую вы можете там заработать. Да, риск на рынке Форекс большой, но потенциальную прибыль, которую вы там можете заработать, тоже очень большая. Фондовый рынок. Ситуация примерно аналогичная. Доходность там, правда, немного поменьше, порядка 100-150% годовых, но риск там тоже немного меньше. Но на фондовом рынке существует некоторое ограничение, то, что там минимальная сумма входа, она не 10 или 100 долларов, как на Форексе, на кухонном Форексе, вот, а там от 1000 и более процентов. То есть, ваш депозит должен быть примерно 1000, 2000, 3000 и более. То есть, в таком случае есть смысл вам выходить на фондовый рынок и приумножать там свои деньги. Третий инструмент, который приносит более 40-50% годовых, это инвестиционные компании. Подраздел инвестиционных компаний это инвестиционные проекты, фонды, компании, занимающиеся длительным управлением, это хайп-индустрия, это пирамиды финансовые и так далее. То есть, это тоже вполне рабочие инструменты инвестирования, в которых можно зарабатывать 50, 100 и даже 200% годовых. Причем легко. Этот инструмент также не прост в использовании, как, допустим, и Форекс, но я считаю, что лично в этих инструментах намного проще и быстрее можно научиться зарабатывать, нежели на Форексе, либо на фондовом рынке. Одно вы должны понять, что инвестиционные проекты, хайпы, пирамиды, реальные компании, доверительное управление, это примерно инструменты, находящиеся на одном уровне, потому что работают они примерно по одному принципу все, сроки жизни у них очень похожи и доходность у них примерно одинаковая. То есть, это такой сектор инструментов, с которых может начать, по сути, каждый новичок, потому что минимальная сумма входа там 10-50 долларов. Доходность, повторяю еще раз, 100, 150, 200% годовых. Далее идем. Четвертый инструмент, в который вы можете вкладывать свои деньги для того, чтобы приемножить, это инвестирование в реальный оффлайн, либо онлайн бизнес. Все, что вам нужно, так это определиться с типом бизнеса, то есть, это могут быть стартап бизнес, либо уже действующий реальный бизнес. Доходность в данном инструменте немного пониже, чем, допустим, в инвестиционных проектах. Составляет она порядка 20-30, ну, в среднем где-то 10-20% в месяц, то есть, не больше 20% в месяц. Вот, это средняя доходность для реального бизнеса и для онлайн бизнеса. То есть, тоже отличный инструмент для приемножения своих денег. И последний тип инструмента, это стартап проекты. Они могут быть различного типа, различного варианта. Плюсы этого инструмента в том, что там можно заработать 1000% годовых буквально за 1-2 года, а минус в том, что там риск тоже довольно-таки существенный. Я бы сказал, даже больше, чем в реально действующем бизнесе, потому что в реальном бизнесе уже есть рабочая модель, а в стартапе никакой модели нету, все начинается с нуля, есть только идея, и как бы на этом все строится. Но если стартап успешно выстреливает, то 1000% годовых – это нормальная ситуация. Вот, в данном видео мы с вами рассмотрели 5 инструментов для приемножения своих денег. В каждом из этих инструментов можно зарабатывать легко от 50% до 150% годовых. Причем, повторяю еще раз, легко. То есть, доходность вполне реальная для этих инструментов. Но в то же время вы должны понимать, что для того, чтобы научиться зарабатывать деньги в каждом из этих инструментов, нужно все-таки этому немного поучиться. Но все инструменты, о которых я только что говорил, они действительно обладают высокой доходностью, и это их основное преимущество. Основной недостаток – это в том, что они обладают существенным риском. К примеру, инвестиционные компании, Форекс, фондовый рынок, инвестирование в реальный бизнес. То есть, в каждом из этих инструментов есть свои риски, они немалые. И новичку, вот так с лету, научиться работать с этими инструментами сложно. То есть, этому нужно действительно обучаться. На обучение может уйти месяцы, может быть даже годы. У кого-то, может быть, даже несколько лет уйдет на это. Ну, тут вы уже выбираете самостоятельно. То есть, своим путем идти методом проби ошибок, либо идти путем, при помощи обучения у каких-то экспертов, гуру, профессионалов и так далее, которые вроде бы как разбираются лучше вас в этих инструментах. Надеюсь, что в данном видео я ответил на ваш основной вопрос о том, куда вложить свои деньги, чтобы их приумножить и чтобы на этом заработать. Я вам рассказал о самых ликвидных, о самых таких интересных, простых, прибыльных инструментах инвестирования на сегодняшний день. Но в то же время вы должны понимать, что, возможно, ситуация немного может измениться через полгода, через год, либо через три года. Потому что время идет, инструменты меняются, и через полтора-два года, может быть, рынок Форекс уже не будет таким прибыльным, как сегодня. Либо фондовый рынок там тоже могут произойти через пару лет изменения, и он не будет таким интересным, как какой-то другой инструмент. Поэтому, когда вы подбираете инструменты с точки зрения доходности, вы должны обращать свое внимание на шкалу времени. То есть, понимать, что вот сегодня вот этот инструмент будет самым прибыльным, а завтра, может быть, уже вот этот инструмент, а через полгода вообще другой инструмент. То есть, вам нужно все время отслеживать эту ситуацию. Куда двигается тенденция, куда двигается мир, как изменяется финансовая система, к чему ведут политические изменения в стране и так далее. То есть, на основании вот этих всех входных данных вы делаете выводы о том, какой инструмент сегодня максимально прибыльный, а какой инструмент будет завтра максимально прибыльный. И вот на основании этого вы можете уже принимать решение о том, в чем лучше сегодня хранить свои деньги, а в чем лучше сегодня, то есть, во что лучше сегодня их вложить, чтобы завтра на этом приумножить. Благодарю вас за просмотр этого видео до конца И если оно вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал А если у вас остались какие-то вопросы или есть предложения То напишите об этом в комментариях к этому видео Субтитры сделал DimaTorzok